Мы работаем вместе с мужем. Работаем в компанию Reflame 3 года. На сегодняшний день звание бриллиантовых директоров. Что это такое? То есть мы вырастили уже 6 директоров первого уровня. Мы сегодня как раз об этом будем разговаривать, потому как очень важно понимать, что Reflame это не просто продажа. Reflame это очень серьезный бизнес. И моя сегодняшняя основная задача вам рассказать основные 3 пункта, ответить на основные 3 вопроса, которые интересуют людей. Очень короткая история. Я однажды регистрировалась в Reflame. И вы знаете, не поняла сути. Я поняла, что есть какие-то каталоги, поняла, что есть какие-то продажи. И благополучно ушла. Вторично пришла не я. Вторично пришел мой муж. Он прочитал вот этот вот маркетинг план, план успеха. И вы знаете, Володя понял. Володя понял суть. Он так и сказал, или давай попробуем. Давай попробуем, это шанс. И вот, что произошло за 3 года? Да очень много. Поднятые люди с колен. Сами мы достаточно свой уровень жизненный повысили. Изменений очень много. 3 года, наверное, ваших, 3 года людей, которые когда-то не пошли за мной. Это тоже 3 года. У нас у всех с вами 24 часа в сутках. У нас у всех с вами 365 дней в году. Просто можно изо дня в день делать одни и те же какие-то действия, которые в любом случае не приводят к результату, к тому, которому хотелось бы. Когда мы с вами знакомились, вы все говорили, что есть цель, есть мечта, которую нужно осуществить. Так вот, вы задумайтесь, сможете ли вы эту мечту осуществить там, и при том доходе, и при той работе, в которой вы на сегодняшний день находитесь. Если да, то здорово. Если нет, тогда, наверное, нужно делать какие-то другие действия. И у человека всегда стоит выбор. Выбор. Либо делаю, либо не делаю. Так вот, однажды мы примем для себя решение, а мы будем делать. Давайте перейдем сразу к первому вопросу. Первый вопрос, который, как правило, интересует людей, это почему? Вот почему? Почему я должен делать какие-то другие действия? Вот почему я тебя должен сегодня тут слушать? Ну почему? Есть такой вопрос? Есть. Почему Арифлейм? Я вам отвечу на этот вопрос. И очень хорошо рассказывает об этом Роберт Киосаки. Человек-мультимиллионер. Человек, который никаким боком к Арифлейм не относится. Это человек, который занимается инвестированием. Это человек, который преподает такую науку, как деньги. Так вот, он доказал, что все деньги, которые люди получают, они в каком-то одном из сегментов. Называется квадранты. Вы сейчас увидите себя. Вы сейчас увидите, где находитесь вы. И вы сами для себя ответите на этот вопрос. Почему? Первый сегмент называется наемные рабочие. Люди, работающие по найму. Люди, работающие по договору. Не важно, где вы работаете. Не важно, на кого вы работаете. Вам там ничего не принадлежит. Этих людей еще относят к категории 40, 40, 40. 40 часов в неделю работаем. По взоту. Да? Да. 40 лет до пенсии работаем. Так. И 40 долларов на пенсии получаем. Фак? Да. 80% людей, они вот здесь. Люди не умеют по-другому. Нас с вами так научили. Нам с вами так говорили. Родители. Выучишься и пойдешь на работу. Правда? Только самое интересное, что есть такая наука социология. И она уже доказала, что мы с вами, все, кто проживаем в 21 веке, все, кто являются трудоспособными, идееспособными, мы называемся четвертым поколением. Что такое четвертое поколение? Я вам сейчас буду объяснить вот это. Смотрите. На четвертом поколении, вы четвертое поколение, меняется социальный статус. На четвертом поколении меняется мышление. На четвертом поколении, задумайтесь, пожалуйста, особенно у кого есть дети или кто предполагает заводить детей. На четвертом поколении меняется родословная. Друзья, мы с вами все дети рабочих крестьян. Правильно? Да? Да. Правда ведь? Только сейчас мы с вами все являемся четвертым поколением. Либо будет то же самое, то есть вы останетесь в том же сегменте. И детям, кстати, будете передавать то же самое. А что нам родители с вами передали? В принципе, нищету по наследству. Нищета по наследству передается. Передавалась из поколения в поколение, из поколения в поколение. Только вот здесь сейчас на четвертом ванне поколений будет что-то меняться. Обычно объясняют я все время на землехозяйстве. Смотрите. Четыре поколения назад. Пробабушки наши с вами имели отношение к земле? Да. Пахали, садили, на этаж жили. Правда? Бабушки? Да. Родителям огород нужен? Да, нужен. Вон сейчас все на дачах, да? А мы с вами? Вам нужен огород? Нет. Только земля. Земля. Правильно. Подымение. На самом деле мы понимаем, что сейчас не надо уже запахивать гектарами. Сейчас можно прийти и купить все. Лишь бы были деньги. Правда? Круглогодично есть в супермаркетах огурцы, помидоры, зеленый лук. Все есть. Все. Поменялось отношение. Смотрите. Точно так же меняется отношение к жизни. К сегменту, квадранту. Четыре поколения назад. Пробабки наши с вами работающие были? Поколение прабабушек. Да. Всех раскулачили. Всех в колхозы, на фабрики, на заводы. Люди должны были работать. Правда? Да. Бабушки. Поколение бабушек. Да. Война. После войны люди восстанавливались, работали даром, за палочки, за трудом. Не помните были времена? Было. Родители. Статья была. Тунеядство. Не будешь работать, посадят. Под статью можно было залететь. Будешь же сами заниматься, борцовка, посадят. То есть вот эти три поколения не имели права ничего делать другого. Они должны были работать. Вот эти. И людей делали просто хороших рабочих. Правильно? Рабочие. Я вот напишу слово рабочие. Кстати, у слова рабочие два корня. Два корня. Один корень очи. Это что обозначает? Глаза. Глаза. Второй корень раб. И люди живут, очень многие живут. На жизнь смотрят глазами раба. Так было выгодно. Так было выгодно. Ну, поколение. Вот этим поколением жить. Или их и строй был такой. Понимаете? По-другому нельзя было. Три поколения жили вот так. А мы четвертое. Нам нужно все. Нам нужно все. Делать какие-то другие действия. Только люди говорят, а что именно? Что еще здесь? 8 часов жизни тебе не принадлежит. 8 часов жизни принадлежит работодателю. Пришел на работу к 8, до 5 ты не имеешь права уйти. Правильно? Да. Если вдруг тебе надо зубки полечить, надо что делать будет? Кланец и говорит, отпустите меня, пожалуйста. Правильно? Да. То есть тебе жизнь, 8 часов жизни не принадлежит. В конце месяца ты узнаешь, сколько ты стоишь, когда расчетку на руки получишь. Кто-то 5 тысяч стоит, кто-то 10, кто-то 20. Вот кто сколько себя оценивает, на сколько себя оценивает, тот ровно столько получает на сегодняшний день. Даже рублем больше работодатель платить не будет. Это называется самооценка. Когда вы приходите на работу и вам говорят, тысяча рублей, ваш труд стоит тысячу рублей. А вы что говорите? Да нет, я дороже стою. Правда? Мы что начинаем делать? Искать. Искать, где будут платить тебе больше. Другой работодатель говорит, 5. Он говорит, да я дороже стою. И человек дальше пойдет искать. И вот человек ищет, ищет, ищет. Хорошо, если он находит. А если он не находит, это немножко другой вопрос. Что еще здесь? Люди всю жизнь бегают по замкнутому кругу. Можно искать одну работу, менять на другую. То есть более высокооплачиваемую. Но к богатству ни на капельку вы не придвинетесь. По поводу богатства будем говорить дальше. Еще почему люди здесь? Еще один момент очень важный. Потому что когда вы поймете почему, вот тогда вы будете разбираться в первую очередь в своей голове. И тогда вы будете задавать вопрос, а как? А как отсюда выбраться? А как сделать? Какие движения делать? Что вообще делать, чтобы что-то в моей жизни изменилось? Люди не любят ответственности. Очень многие боятся ответственности. Ходишь, ходишь на работу, ходишь, ходишь на работу. Рухнуло твое предприятие. Куплю, пошел другую работу искать. Так? Так. Никакой ответственности нет. Все. И очень многим просто так выгодно жить. И второй сегмент называется малое предпринимательство. Люди, которые работают на себя. Есть такие? Да. Это люди, которые наоборот. Они умеют брать ответственность на себя. Они говорят, ты знаешь, я не хочу на кого-то работать. Я хочу на себя. Да? Я не хочу работодателя какого-то. Я хочу сам. Я хочу, чтобы доходы мои от меня лично зависели. Ну, что здесь, как правило. Таксиструля, деньги есть. Машина сломалась, денег нет. Парикмахер стрижет, деньги есть. Не стрижет, денег нет. Адвокат ведет какие-то судебные дела. Всегда можно деньги заработать. А не ведет, денег нет. Бухгалтер опять взял какие-то предприятия. Отчет составляет, деньги всегда можно заработать. А не ведет, опять же нет. В Москву поехали, завещали. Привезли вещи. Продано. Хорошо, деньги есть. А если форс-мажор? Ограбили, сожгли палатки. Да в конце концов, в 10-м году, вам сказали, всю уличную торговлю уберут. Все, денег нет. Вообще, как правило, экономически дано мелкому бизнесу 3 года. 3 года на расширение, 3 года на раскрутку. То есть, если через 3 года мелкое предпринимательство смогло перейти в разряд 3, это называется крупный бизнес. Как вы думаете, что нужно, чтобы из мелкого предпринимателя стать крупным бизнесменом? Нужны только деньги. Никакие дипломы, ни зеленые, ни красные не помогут. Нужны только деньги. Деньги нужны в расширении, деньги нужны в развитии, в ассортимент, в людей. Даже связи за деньги покупаются. Правда? Не надо ходить в розовых очках. Это правда. То есть, если человек смог перейти из этого сегмента сюда, молодец. А если нет, как правило, мелкое предпринимательство уходит с рынка. Это называется естественный отбор. Как в природе, так и в экономике выживают сильнейшие. И это правда. И это закономерность. И люди уходят в найм обратно, идут, ищут работу. Как правило... А сейчас, знаете, что кризис, да? А сейчас людей не ждут вообще на работах. Нигде особо не предлагается очень хорошей вакансии. Нет. Недавно я брала газетку, листал. 4-5 тысяч людям предлагается с торговым представителям от 16. И говорю, у нас открыты вакансии директорские от 20-25-30 тысяч. Это минимум. И люди об этом просто не знают. Но об этом чуть позже опять же. Смотрите, вот эти два сегмента называются сегментами бедных людей. Я сейчас никого не хочу обидеть, потому что на самом деле большая часть людей, они вот либо здесь, либо здесь, либо здесь, либо здесь. Правда? Ну, это Киосаки доказал. Я сама из этих сегментов выбиралась. Поэтому я знаю, что это может быть больно звучит, но это правда. Что такое бедный человек? Когда человек по найму работает. От зарплаты до зарплаты. От аванса до окончаловки. От окончаловки до аванса. От аванса до окончаловки. От окончаловки до аванса. Родители так жили? Жили. Понимаете руку? Кто хочет жить так же, как прожили ваши родители? Лес рук. Поэтому на самом деле, вот вы четвертое поколение сейчас задумываетесь, что делать. Что делать? Как меняться? Что менять? Только скажите, я готов менять. Многие готовы, многие не готовы. Так вот, просто, чтобы вы знали, что в любом случае, если ты будешь работать по найм, ты в любом случае будешь находиться в сегменте бедных людей. Вот здесь, опять же, если ты работаешь, если есть твое присутствие на работе, деньги можно заработать. Не будет твоего присутствия на работе, денег не будет. Согласны? Всегда говорю, знаете, когда предприниматель говорит, у меня свой собственный бизнес. Я говорю, ну здорово, вообще здорово, классно. А скажите, пожалуйста, вы можете свой ноутбизнес оставить на 2, 3, 4 месяца? Ну, уехать просто отдыхать, например. Как вы думаете, если у человека торговая палатка, он может это себе позволить? Нет. Развору ее. Правда? Все полетит тыр. Все, что было тобой усознано, все будет разрушено. Поэтому вот и здесь, и здесь должно быть постоянное твое присутствие. Есть два сегмента. Называются сегменты богатых людей. Так как мы с вами являемся четвертым поколением, мы каждый, каждый, каждый из вас думаем, да хочется быть богатым. Да? Внутренне хотя бы все признавались. Конечно. Потому что мы четвертое поколение. Это тоже уже все доказано. А родители наши с вами очень многие. Знаете, как говорят? Они жили богато, нечего начинать. Да? Мы ружья не вышли. У нас здесь род нищий. Да? Конечно. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. У меня бабушка всегда говорила, ребята, ребята, не живите богато. А потому что нельзя тогда было. Тогда расстрелять могли. У тебя будет не одна корова, а три. Очень плохо тебе придется. Поэтому они генетически закладывали нам. Не надо жить богато. Но пришло время, мы четвертое поколение, мы меняемся. По поводу богатства. Вот когда я вам сказала, что родословные меняются. Когда я вам объясняю, что такое четвертое поколение. Поймите, пожалуйста. Вот смотрите. Помните? Вот вы это точно не помните. Я тоже не помню, да? Но из истории. Четыре поколения назад. Там когда пра-пра-пра бабки были. Помните, там передавались имения. Передавались фамильные ценности. Было время? Было. Пришел социалистический стройк и все разрушил. Сейчас идет возрождение нового рода. Я когда пришла в Арифлейм, я в журнале прочитала очень хорошую фразу. На мне закончится род нищих. Я поняла, что для меня это важно. Я не скажу, что там родители побирались. У меня мама педагог, папа нормально рабочий. Просто мы жили вот так. А от аванса до окончаловки, от окончаловки до аванса. Я четко понимала, что это точно не богатство. И точно я так жить не хочу. И вот когда пришел Арифлейм, вот тогда я поняла, что здесь есть шанс. Шанс изменить. Я знаю, что мои последующие поколения будут говорить, такая у нас крутая бабка была. Я знаю, что стоит ради этого работать. Я знаю, что стоит ради этого менять жизни. Я знаю, что стоит ради этого самой меняться. Так вот давайте поговорим, что такое богатство. Почему у нас мало богатых людей? Потому что люди просто не понимают, что это такое. Вот что такое богатство? Девочки. Что такое богатство? Когда я могу не работать, а получать деньги. Молодец. Молодец. Правильно. На самом деле еще, знаете, есть очень хорошее выражение. Богатство – это отчеканенная свобода. Правда? Что это? Как бы вам... Многие люди почему не понимают? Люди думают, что это надо вот какой-то мешок денег, да? А я всегда сейчас говорю, знаете, вот 4, там 6 тысяч долларов тратится точно так же быстро, как 6 тысяч рублей. Заходишь в магазин, в 4 магазина, и уже денег нет. Ну, точно так же быстро. Поэтому в деньгах вообще не измеряется богатство. Еще раз, правильно. Богатый человек – это человек, который поработал. Поработал. Потом в любой момент он может остановиться, не работать. А финансовое положение его не падает. Финансовый статус его не летит вниз. Он либо на этом же уровне остается, либо становится выше. Привожу пример. Аналог этих пенсионеров. Пенсионеры. Они у нас вроде бы поработали, да? Всю жизнь свою сознательную. Они же могут не работать. Да, они останавливаются, выходят на пенсию, они уже не могут не работать. Но их финансовое положение падает. Да, да, причем очень резко летит вниз. Если я ходила на работу, 10 тысяч получала, да? Кушала масло, хлеба, колбаса. На пенсию вышло 2 500. Все, дай бог было бы, чем за квартиру заплатить. Это не категория богатых людей. Богатые люди, люди, которые поработали, в любой момент могут остановиться, а деньги у них есть. Вот смотрите, у человека крупный бизнес. Он относится к категории богатых людей. То есть, ну, например, у него сеть автозаправок. Вы согласны, что он, скорее всего, поработал в свое время? Да. 68, вообще, такая статистика определенная есть. 68% людей богатых вообще не любят. Ну, не любят и все. А что, говорят, тут сволчина воровали. Да? Или им повезло, да, везет тому, кто везет. Я всегда об этом говорю людям, потому что не бывает такого, что повезло. Надо сначала какие-то определенные действия проделать, чтобы тебе повезло. Так вот, у человека крупный бизнес. У него сеть автозаправок. Он может уже жить, не работая? Да, он может улететь. У него бизнес-система работает, а она сбой не даст никогда. Правда? Да. Мы сюда с вами не попадаем, потому что у нас с вами сотен тысяч долларов, извините, нет. Но богатыми-то хочется быть. Правда? Есть еще один сегмент. Вот люди об этом знают. Правда? Правда? Такие лица девочки. Я вам о чем хочу просто объяснить, что вот нет ни пятого, ни шестого сегмента. Люди либо здесь, люди либо здесь, люди либо здесь, люди либо здесь. Есть еще один сегмент. Так как мы хотим стать богатыми. Правда, если вы как. Вот я благодарю Володю за то, что он в свое время, то есть своего мужа, да, здесь поработал, не понравилось. Сюда перешли, открывали парикмахерскую. У нас были игровые автоматы. Но в категории богатых людей точно не относились. Потому что каждый раз, каждый день мы думали, а что завтра? А что завтра? А закон вышел, а автоматы игровые убрать надо. И все. И обратно снова до ладон. Я ушла, устроилась на работу, а Володя все время был в поиске. И вот, наверное, на тот момент как раз-таки постучался Арифлэм в нашу жизнь. И нам рассказали, что если у нас еще один сегмент, он называется сегмент инвестирования. Что такое инвестирование? Дмитрий, скажите, пожалуйста, что такое инвестирование? Вложение. Вложение, правильно. Вот смотрите, если человек вкладывает деньги, деньги в банк вложил, можно жить уже не работая? Почему можно? Сумму огромную вложил. Конечно, хорошую большую сумму вложил, можно уже жить. Деньги инвестировал в квартиры, в недвижимость. Вон, купите сейчас 10 квартир, по 10 тысяч сдавайте их в месяц. 100 тысяч всегда будет в кармане. Можно уже не работать? Можно. Да, это сегмент уже богатых людей. Сегмент инвестирования, сегмент богатых людей. То есть уже не надо подрываться под злом будильника, бежать на работу, унижаться перед работодателем. Правда? Да. Ты попадаешь уже в сегмент богатых людей. Вот Арифлэй, он вот здесь. Он вот здесь. Я тоже являюсь инвестором. Я тоже учу людей войти вот в этот сегмент. Мы тоже являемся все инвесторами. То есть мы вкладываем. Только мы вкладываем не деньги, потому что регистрация в Арифлэй стоит 159 рублей. В ЖЭС-то стоит 159 рублей. Мы вкладываем немножко другое. Мы вкладываем время и знания в людей. Это называется интеллектуальный труд. За него платят. За него очень много платят. Что такое интеллектуальный труд? Писательница Гарри Поттер. Женщина, которая свою первую книгу писала в нищете. Ее никто не знал. Она время в свою книгу вкладывала. Знания вкладывала. Появился шедевр. Сейчас за то, что этот шедевр будут издавать, экранизировать, переиздавать, дети, внуки, правнуки пожизненно будут иметь авторское право на эту книгу. Вы согласны? Да. Понятно, что такое интеллектуальный труд? Да. Причем тут Алифлейн? Вот смотрите. Учителя. Время в учеников вкладывают. Знания отдают. Если это хороший учитель, душу вкладывает в ученика? Да. Появляется золотой медалист. Золотой медалист выходит из-за стен школы. У учителя в кармане шуршит после этого. Нет. Чем мы занимаемся? Мы время вкладываем в ученика, в кавычках. То есть в человека. Знания отдаем этому человеку. Душу отдаем, сердце отдаем. Воспитываем золотого медалиста. Тире директора. Появляется директор. Компания платит жизненные бонусы. 4% лично за кого-то приглашал в первый уровень. Будет себе пожизненно 4% за товарооборот этого человека. Вот здесь нет ни одного человека, которого я лично приглашала. А нет, есть. Есть. Эльвира. Город Сарапов. Как только Эльвира становится директором, компания гарантирует 4% за товарооборот Эльвира. Пока Эльвира не директор, получаем от 3 до 21% с объема. Как только Эльвира выходит на уровень 21%, компания платит бонус. 4% пожизненно. Кто такой директор? Вот в Арифлейм востребованы директора. Вот какими качествами? Как вы думаете, если даже простую работу взять? Вот простую, не Арифлеймовскую, да? Вот кто такой директор? Какие качества у директора обычно бывают? Ответственность. Ответственность еще? Целеустремленность. Активиция. Амбиция, молодец. Коммуникабельность. Коммуникабельность. Грамотность, да, обучаемость, лидерство. Правда? Вот точно такими же качествами должен обладать человек, который претендует на звание директора. Есть люди, которые скажут, ты знаешь, я никогда не был вот таким вот управляющим. И что? И мне теперь что? Теперь всю жизнь вот здесь работает? Вы знаете, здесь один момент. Два выхода. Либо ты приобретаешь свои качества, ты можешь это наработать. Лидерами не рождаются, лидерами становятся по жизни. Согласны? Ну, всему можно научиться. Если ты чего-то хочешь, научиться можно всему. Это первый вариант. Второй вариант, как стать директором. Не умеешь говорить, позови людей, которые умеют говорить. Не умеешь петь, позови людей, которые умеют петь. Стань организатором этого хора. Два варианта. Какого берите вы? Ну, не знаю. Но в любом случае шанс есть у всех абсолютно. Так вот, 4% компания гарантирует по жизни за Эльвиру. 1% за Дмитрия, которого мы уже полгода и больше, наверное, уже ждем. Как вы думаете, вот так вот, публика, аудитория. Мне вот интересно, чтобы Дмитрий стал директором в Арифлейм, причем богатым, дорогим директором. Чтобы не 20, а он зарабатывал 200. Да, мне очень интересно. Потому что 1% бонус пожизненный. За однажды выполненную работу компания платит пожизненно. Да, я готова в Теодим еще полгода вложить, чтобы потом пожизненно я и мои дети получали этот бонус. Третье поколение 0,5%. Четвертое поколение 0,25%. То есть, смотрите, даже за людей, которых будут приглашать дальше, 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 компания гарантирует бонусы. 125 и 0,0625. Вроде бы, кажется, цифры маленькие. На самом деле, это в суммах, в рублях, выходит очень хорошая сумма. Дело-то в том, что ты однажды работу выполняешь, а получаешь всю жизнь. Я никогда не верю ничему на просто так вот, на слово, да? Всегда верю только фактам. Я всегда верю только бумагам. Поэтому имейте, пожалуйста, в виду, вот это все документально зафиксировано, юридически зафиксировано. Преусловили, что даже если, не дай бог, я умру. Вот сейчас у меня есть шесть директоров первого уровня. У меня есть директора в глубине уже. Эти люди со мной или без меня уже будут работать, потому что они не ради меня сюда пришли. Илья, ты что, ради меня сюда пришла, бизнес-эрифлэн? Нет, нет. Оль, ты? Нет. Со мной или без меня эти люди уже все равно будут работать. Компания вот этот бонус гарантирует. Вы поймите разницу. Пока вы не поймете разницу, в чем отличие в жизни. Смотрите, здесь человек время вкладывает, восемь часов жизни. И здесь ты можешь восемь часов жизни своих отдавать. Просто будет отдача другая. Вот здесь человек может занимать очень хорошую должность. Зам генерального директора, например, компании «Лукоил». Красиво? Красиво? Красиво. Двести тысяч в месяц. Красиво? Нормально. А если случись что? Инсульт, инфаркт. Просто тебя сняли с работы, потому что подставили. Или просто ты умер. Будут ли тебе поступать пожизненно, тебе и твоим детям, вот эти вот доходы? Вот эта вот зарплата ежемесячная 200 тысяч. Будет поступать? Нет. А вот здесь будет. Про любом условии. А вот здесь будет. Вот и все. Я когда вот эту разницу поняла, я поняла, что в жизни надо делать выбор. Вот так вот стоит у нас на чаше весов. Что ты будешь делать? Самое интересное, что это осознание приходит с возрастом. Я вам сейчас вам такую вещь расскажу. И вот здесь нарисую. Это называется шкала энтузиазма. Кто-то уже слышал, кто-то не слышал. Самая верхушка, вот это называется энтузиазм. Прямо точка энтузиазма. Вспомните себя в 14-16 лет. 14-16 лет. Вы же точно знали, что вообще классно все будет, да? Вы учитесь там, где надо. Работать будете там, где надо. Начальники, зарплата, квартиры, машины. Замуж выйдешь хорошо. Вообще, там попробуй скажешь как-нибудь. Бля, нет. 25 лет. Это называется точка сомнения. Человек начинает сомневаться. Слушай, да, то ли я образование получаю, то там по второму разу пошел учиться. Там ли я живу? На то ли я о работе работаю, а за того ли я замуж вышла? 35 лет. Точка разочарования. К этому возрасту люди начинают разочаровываться. Они говорят, точно не то образование, точно не та работа, точно не тот начальник, точно не из-за того замуж вышла. 45 лет. Это называется литургический сон. Как правило, на этом возрасте люди стоят на себе крест. Они говорят, ну все. Тут до тысячи-то осталось совсем ничего, да? Тестяпкой обнимусь, и нормально все так живут. Согласны? Большая часть людей живут именно так. Почему? А потому что когда-то им никто об этом не говорил. Вам в школе об этом говорили? Вам, когда обучали, об этом хоть раз говорили? Нет. Нет. Поэтому задумайтесь, чем? Чем вы хотите в этой жизни заниматься? Что вы хотите в этой жизни иметь? Куда вы хотите вкладывать свою жизнь? Потому что в любом случае все приходит к одному концу. Вот у нас на этом этапе лично в нашу жизнь пришел рефлейт. Слава Богу, у нас вот это вот не будет. Мы все время в точке энтузиазма. Я точно верю, что... Ольвера станет директором. Это же наша Дима победит, да? То есть все время в таком вот... Всегда точка энтузиазма. Это классно, это здорово. Просто когда-то мы поняли, что в жизни, в жизни что-то надо менять. Вот так совмещать можно. Работая, начинать выстраивать собственный бизнес. Вот так совмещать можно. Делайте. Создавайте себе запасной аэродром. Создавайте себе платформу, когда... Вот сейчас с работы... Посмотрите, у нас с автозавода пять тысяч народу увольли. Сейчас к сентябрю бюджетников начнут повально увольнять. Куда люди пойдут? Куда? Очень многие просто не знают, что есть другие виды деятельности. Здесь можно совмещать очень много, знаете, профессий. Мы здесь становимся учителями. Потому что, видите, вечно я с маркером стою, с дяпочкой, да? То есть мы учим. Здесь можно стать тренером. Потому что Арифлейм и спорт это одно и то же. В спорте... У нас же есть фитнес-инструктор, да? В спорте сложно вообще-то? Если в серьезном спорте. Вообще-то да, и опасно. Это очень сложно и опасно, да. Если есть спортсмен, который хочет победить, если есть тренер, который может тебе дать все знания, умения. И тут и тут есть желание, страстная победа. Можно победить? Можно. При условии, что будут тренировки, можно. Вот Арифлейм то же самое. Если есть человек, который приходит и говорит, а я пришел так побеждать. Есть спонсор, тренер. Я на самом деле являюсь тренером. Тренирующей команды. У нас у обоих, у обеих, у нас цель победы. Цель. Потому что ведь тоже я недаром работаю. Я еще работаю за бонус. Это называется бизнес остаточного дохода. Вот прямо сегодня, сиюминутно, я денег не получу. Правда? Никто и так вот не будет из зала. Сейчас по 100 рублей мне не сложат. Я делаю эту работу, потому что я знаю, что оба, щелкнула. Сегодня у кого-то из вас, здесь сидящих. Через полгода директор. Бонус обеспечен. Раз, два, три. Ясно? И мы этому же учим людей. Здесь ты становишься маркетологом, потому что постоянно придется изучать все равно рынок. Здесь ты становишься косметологом, потому что в любом случае какой-то... Ну, сразу продукт знать надо. Однозначно. Мы двум блоком обучаем директоров. Блок продукт и блок бизнес. Здесь ты становишься всем, наверное, да? То есть все виды деятельности, какие можно затронуть. Строители. Я вот работала строитель, так строитель, потому что мы в любом случае строим бизнес. Чтобы дом не рухнул, что самое важное поставить сначала? Фундамент. Фундамент должен быть крепкий. Правильно? Да. Причем дом держится на четырех опорах. На одной опоре не будет держаться? Нет. На двух тоже стена получится. На четырех опорах. Так вот, в бизнесе Арифлейм фундамент и опоры – это люди. Люди, которые не предадут. Люди, которые не стросят. Люди, которые всегда будут рядом. Поэтому вы знаете, какие хорошие тут строители? Только собственного бизнеса. Вы это будете понимать со временем. Сегодня, возможно, те, особенно кто сегодня первый раз, может быть, сказать, какие-то слова говорят, что-то непонятно. Но самое интересное, здесь срабатывает принцип студента. До тех пор, пока вы не сможете повторять, ту суть доносить до людей получаться не будет. Как только вы вызубрите, выучите, сможете людям доносить именно смысл этого бизнеса, люди за вами пойдут. Как студент. Он бы сидит и слушает, и записывает, и понимание уже приходит. А первый раз сложно было, да? Так что вы поймите, что это важно, это нужно знать. Когда вы до людей вот это будете доносить, люди вас будут слышать. Сейчас век другой, сейчас век информационный. Век индустриальный, он закончился, это прошлый был век, когда руки золотые ценились. Сейчас больше ценятся мозги. Поэтому информация очень важна. Поэтому мы тренируем директоров, это называется информационные директора. И у нас есть договор возмездного оказания услуга, Арифлейм Косметик. Там написано, чем мы занимаемся. Мы занимаемся информационной деятельностью, то есть рекламой. Понимаете? Вот так вот. Почему Арифлейм? Первое, потому что компания в 43-й год работает на мировом уровне. Это очень серьезный опыт. Это очень серьезный опыт. Как вы думаете, в 43 года у женщины или у мужчины опыт жизненный есть? Да. А у ребенка, которому 2-й годенька, у кого опыта больше? Все равно у женщины. Это к чему? К тому, когда приходят абсолютно новые компании, сейчас взрыв новых компаний, которые работают методом прямых продаж, которые работают сетевым методом, и которые работают именно как финансовые пирамиды, просто вуалируют с товаром. Потому что на самом деле сейчас очень взрыв пошел финансовых пирамид. Я обязана предупредить очень многих. Почему? Потому что обычно финансовые пирамиды, обычно вот это мошенничество начинается тогда, когда в стране хаос. А сейчас в стране хаос. Люди не знают, чего делать, куда с деньгами кинуться, чего вообще делать. Помните, когда был МММ? Тоже был хаос. Так вот, имейте, пожалуйста, в виду, что правда, сейчас приходят многие компании и говорят, мы вот два года на рынке, вот у нас еще ничего тут не занято, пространство, ваш Арифлейм уже везде. Я говорю, ну-ка, это же хорошо, что везде Арифлейм. Компания-то крупная, бренд-то известный, бренд-то могучий, бренд, который все знают. А та компания, которая два-три года на рынке, еще не факт, что она устоится в России. Не факт, а время туда все равно будет вложено. Почему еще Арифлейм? Потому что компания работает легально. Вот есть такой значок РСТ, вот на каталогах, я раньше никогда не обращала внимания на каталоге, вернее, на обратную сторону. Здесь такие значки. Есть закон рекламы, вы прекрасно знаете, реклама должна быть достоверной и полноценной. То есть, вот ни один значок просто так никто не поставит. Вот этот значок как раз-таки говорит о том, что бизнес Арифлейм на территории Российской Федерации является легальным. Компания платит налоги. НДС, налоги с прибыли. И мы отдельно, как все, то есть, с 15% уровня люди открывают ИП, регистрируют расчетный счет в банке, им обязаны платить 6% по упрощенной системе налогообложения. Это называется 6% по УСНО. Это важно знать. О чем это? 6% по УСНО. Упрощенная система налогообложения. А это о легализации. А это о белой зарплате. Так случилось, что у тебя все время работала с серой зарплатой, с черной зарплатой. Приходишь на работу, тебе говорят, вот тебе 2 500, а второй в конверте будешь получать. И ты реально понимаешь, что ты в этой жизни вообще-то вот никто. Ну никто. Нет у тебя никаких прав, никаких гарантий вообще вот просто проживать. Все время хотелось белую зарплату. Вот мы когда пришли в Арифлейм, первое, что Володя узнал, что еще и бизнес-то легальный. Он говорит, слушай, нам здесь надо быть. Нам здесь надо быть. Почему люди у нас покупают квартиры через полтора года работы в Арифлейм? Да потому что бизнес легальный, потому что банки дают легко ипотеки. Вот у меня есть молодая семейная пара, которые через полтора года работы купили, квартиру именно в Арифлейм. Ольга Бранчихина с Пашей Бранчихином. Потому что, видите, нас знают и все крупные банки знают Арифлейм. Это важно, потому что многие из вас, многие из ваших знакомых живут в коммуналках, живут с родителями, живут просто в каких-то тараканниках, да, и просто не видят выхода, как можно приобрести жилье. Если это является целью, ищите, вот вы нашли то место, где можно купить себе квартиру. Раньше хоть 20 лет можно было отработать на предприятии, квартиры давали, сейчас нет. Сейчас хоть 100 лет отработать, квартиры не дают, их можно только зарабатывать. Арифлейм это способ приобретения собственного жилья, это способ. Что еще хочется вам сказать? Очень хочется объяснить, все-таки вот у нас народ немножко недопонимает. Вот, ну, недопонимает и все. Вы знаете, что такое франшиза? Это когда торговаешь по чьей-то торговой маркой. Да, это право пользования, право пользования торговой маркой, да, бренда и получения экономической выгоды. Франшиза франчайзинг. Так вот, об этом тоже людям нужно говорить. Вот, Макдональдс, знаете, вот, чтобы приобрести вот франшизу Макдональдс, стоит примерно 800 тысяч долларов. 800 тысяч долларов. Ты идешь, платишь эти 800 тысяч, у тебя есть договор, в котором прописано, что ты имеешь право пользоваться вот этим брендом Макдональдс, получать экономическую выгоду, можешь рекламную поддержку иметь от Макдональдса, да, то есть, так, ну, то есть, там выставляются какие-то определенные условия. 800 тысяч долларов. Что такое Арифлейм? 159 рублей, которые платит консультант, это своего рода франшиза. То есть, ты получаешь право пользования брендом Арифлейм, получением экономической выгоды под брендом Арифлейм, можешь пользоваться рекламными акциями Арифлейм, поддержка вся полностью от Арифлейм, подарочная система Арифлейм, полностью все. Вы поймите, это очень серьезно, просто там цена вопроса 800 тысяч евро, а здесь 159 рублей. Бизнес, собственный, бизнес передается по наследству, даже при условии я вам уже объясняла, что не дай бог с тобой что-то случится, вот эти бонусы, они будут переданы либо родителям, либо супругам, либо детям. Вот в чем разница. Вот когда это все складывалось, знаете, как мозаика, да, вот как пазлы складываются, вся информация подходит одна к одному, одна к одному, и нарисовалась картинка Арифлейм. И мы поняли, что, вы знаете, тут очень серьезно все, тут очень все серьезно. Отдыхать. У нас народ, знаете, вот здесь, когда пусырается народ, а нас интересует соцпакет. Чего как соцпакет? Отчисления, соцслужб. Соцпакет. Пенсия, народ говорит, пенсия меня интересует. Пункт раз. Те, кто после 67-го года рожден, пенсии можете не ждать. Почему? Потому что на тот момент, когда вы станете пенсионерами, достигните этого возраста, на одного работающего будет 10 неработающих. Это раз. Чего ходите в розовых очках? Это во-первых, пенсию свою заработать надо. Леш, точно не эти 40 долларов. он старый говорит, больничный. Когда у тебя зарплата особенно черная, да, 2 500, тебе даже если 50% заплатят, 1250 получишь, не знаешь, то ли лекарства покупать, то ли кушать, чего-то, то ли за квартиру платить, то ли детей воспитывать еще успеть, то ли вздыхать уже совсем. Какой больничный, а что? А с ним, дай бог, серьезно заболеть. Отпуск. Я говорю, вам денег вперед дали. Денег вперед дали, вы эти деньги проели на огороде, на консьерах, потом полтора месяца палится все. Чего не так? Так. С учителями сейчас разговариваем, вы знаете, мы только в октябре вместе зарплату получим. Вот, супер. Супер. Это собс-пакет. Что Рефлайм предлагает? Во-первых, как индивидуальный предприниматель мы тоже платим и в пенсионный фонд, делаем отчисления. Это та гарантированная как раз таки пенсия вот этого государственного 40 долларов. А во-вторых, ну если не дай бог, ну если не дай бог мы заболеем, извините, ну можно уж найти на какие деньги поболеть. Правда? В-третьих, отпуск. За три года работы в Рефлайм, вот мы в прошлом году были в Греции, в Афинах, нынче мы летим в Рим буквально через две недели. В январе месяце, когда здесь будет 30 градусов мороза, мы летим в Африку, в Кению. Причем это все оплачено. Причем самое интересное, когда ты прилетаешь домой на расчетном счете деньги. Откуда? А потому что Эльвер, я улечу, ты что, работать не будешь? Она же не ради меня работы, ради себя. И так, и так, все, вы поймите, пожалуйста, если вот это понимание придет у вас осознанно, сейчас мы вообще не приглашаем людей-продавцов. Но мне не нужны продавцы. Но не нужны и все. Вот, ну не хочу, есть принцип пары-то 80 на 20. Я свои 80% времени отдаю 20% людей. Поэтому действительно интересуют лидеры, действительно интересуют люди, которые сюда приходят уже в качестве директоров, в качестве серьезных личностей. Это нужно понять, это нужно осознанно вот здесь через сердце свое пропустить и понять, что вы-то хотите в этой жизни. Можно, конечно, насильно притащить к водопою лошадь, да, но насильно ее не напоишь. Поэтому моя задача только открыть дверь и сказать, деньги там, рыть туда надо. Рыть туда надо. Всем выдаются лопаты. Кто-то вот так роет. Кто-то вот так. Кто-то еще быстрее, да, а кто-то вообще лопату выкинул, говорит, не мое. Вот так же и в бизнесе Элифэм. Я говорю, вот здесь клад. Денег всем хватит. Всем. Путешествий всем хватит. Просто смысл-то в том, что ты-то от этого хочешь. Я, когда пришла в Элифэм, поняла, что, вы знаете, помимо денег здесь есть еще очень серьезное признание. О признании тоже важно говорить, потому что не все за деньги готовы трудиться. Можно получать столько, но иметь такое признание. А можно получать столько, иметь вот такое признание. Нынче время я несу флаг России. Я несу флаг нашей державы. Понимаете, это как на Олимпийских играх флаг несет российский лучший чемпион. Я права? Товарищ тренера, да? Вот здесь тоже самое. Лучший результат России несет флаг. Я вот этим горжусь. Я очень этим горжусь, потому что для меня, например, это очень важно. И буквально недавно мне, знаете, одну вещь такую сказали. Знаешь, Гритерин, у лопаты и у флага черенок одинаковый, он деревянный. Просто кому-то дают лопаты, а кому-то флаги. И жизнь просто, понимаете, другое. Кто-то всю жизнь будет просто трудягой, просто жить, просто, просто. Кто-то будет делать немножко другие вещи в жизни и получать совершенно другую отдачу. Вы задумайтесь, пожалуйста, сегодня. Вообще вам сегодня всем желаю здоровой бессонной ночи, чтобы вас начали мысли какие-то посещать. Потому что когда вот здесь начинается такое беспокойство, когда вашей душе начинается переворот, значит процесс пошел. Моя сегодня задача посеять в вас семена. Семена, которые начнут вас терзать. Кому-то будет вообще без разницы. Кто-то встает и уйдет и скажет ай, да ладно, жил и жил я хочу с теми людьми, которым могут научить. Я хочу с теми людьми, которым могут заразить богатство. Всегда говорю, понимаете, общаться надо с богатыми успешными людьми, потому что богатствами успеха можно заразиться. Впрочем, как и нищетой. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Я перехожу ко второму блоку. Важно, почему вот этот блок он такой наверное длинный, потому что наверное вот здесь как раз таки приходит осознание того, что вы в жизни делаете. Второй вопрос, который у человека возникает, их всего три, второй вопрос, который возникает у человека, это за что Арифлэйм платит? За что? Думаете за беготню с каталогом? Нет. Никогда не будет продавец получать столько, сколько хозяин магазина. Ну согласитесь, почему тогда у людей нарисовалась картинка, что здесь надо что-то бегать и продавать? Просто так конечно показали, стереотип заложили в нас, потому что я сама лично на протяжении полугода отказывалась, не-не-не-не-не-не, я не-не-не, вы что? Я управляющий, я продавать? Нет, 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 спасибо. То есть вот таким вот образом получается, что очень многим нам показали Арифлэйм не с той стороны, не ту смотрите, есть производитель и есть покупатель. Это называется ведь рынок, правда? На любом рынке кто-то что-то производит, кто-то в конечном пункте должен это приобрести. Товар это или услуга? Производитель, если разбирать классику, классический традиционный способ продвижения товара, производитель выпустил вот эти маркеры, мы за одним маркером в Корею не поедем, партию маркеров покупает крупный оптовик, делает свою наценку, из наценки получает торговую прибыль, транспортирует, складирует, зарплаты выплачивает, так? Да. Дальше товар попадает к среднему оптовику, опять наценка, дальше опять мелкооптовая база, опять наценка, дальше ЧП пупков, у него канцтоварная лавка, опять наценка, и только тогда мы пришли и купили этот маркер. Грубо говоря, маркер стоил один рубль, на выходе стал стоить двадцать рублей. Вот смотрите, цена товара удорожалась, качество маркера лучше стало? Нет. Нет. Есть люди, которые говорят, это касаемо косметического рынка, ты знаешь, я буду покупать только дорогую косметику. Я говорю, почему? Ну, потому что там, наверное, ингредиенты лучше, раз дороже. Я говорю, знаешь, да, дорогая. Дело в том, что так может рассуждать только человек, который не понимает, откуда складывается экономическая цена. Цена образования человек просто не понимает. Все, что продвигается через магазины классическим способом, там удорожение происходит только из-за посредников. Нарабатывают, зарабатывают только вот эти люди. Причем в косметическом рынке еще появляется вот такой товарищ, который вот сюда очень хорошо умеет внедрять подделку. 80% фальсификации все, что в магазинах. 20% вы, может быть, возьмете того, что действительно будет настоящим. 80% фальшивка. Объясню, почему. Потому что очень многие люди вот этого недопонимают. Вот смотрите. Эльвира у нас производитель, ну пусть будет Лореаль. Настоящий Лореаль. Цена Лореали, туши Лореали 100 рублей. Дмитрий хозяин магазина, бутик его личный. Володя, который там, он очень хорошо, такой хитрый, ну человек, который тоже хочет зарабатывать. Он научился делать такие же баночки Лореальевские. Только цена его будет 50 рублей. Вот у Эльвиры 100 рублей, а у Володи 50 банки одинаковые. Походят, походят. 50. Какую выгоднее партию приобретать? У кого? За 50. За 50, конечно. Так вот поймите, пожалуйста, вот как раз таки почему. А он процентов 20 возьмет у Эльвиры настоящего, процентов 80 возьмет там. Вот поэтому 80 процентов, что продвигается в магазинах, это фальсификация. Никогда не говорим непроверенных фактов. Вот сейчас будет показан фильм, 4 минуты фильма, там, где вы как раз увидите, что и как делается, в каких условиях и что вы видите в своих пучках. Находится в продаже косметическая продукция с товарным знаком Пулана, которая не выпускается официально с территории Китайской народной республики. Оперативникам удалось найти склад, с которого в торговую сеть поступал поддельный крем. Предварительная экспертиза установила, что в нем присутствуют опасные бактерии и плесневые грибы. Коробки с ядовитой продукцией были изъяты и опечатаны. Кто и где наладил подпольное производство, еще предстоит выяснить следствию. Пока же ясно только одно. Настоящий китайский крем Пулана продаваться в России не может в принципе. В настоящее время в торговой сети Российской Федерации в крупнейших магазинах данная продукция является поддельной. Поддельной является вся продукция с логотипом, с товарным знаком Пулана. Абсолютно вся. Изготовители фальшивого китайского крема еще ищут. А вот несколько подпольных производств парфюмерии и косметики уже нашли. На территории оборонного предприятия в столичном микрорайоне Тушино нелегальные парфюмеры выпускали около миллиона единиц поддельной продукции в месяц. В грязных ангарах на так называемом оборудовании выходцы из ближайшего зарубежья смешивали жидкое мыло с различными парфюмерными одушками, которые, как показала экспертиза, вызывают кожные заболевания. По предварительным подсчетам только за год работы подпольный цех принес владельцам более трех миллионов долларов. По такому же принципу было организовано подпольное производство в одном из институтов Московской области. В его подвалах в жутких антисанитарных условиях несколько десятков нелегальных мигрантов занимались изготовлением парфюмерии, косметики и бытовой химии. Вот в этих грязных ведрах месили кремы для рук и лица. Духи туалетную воду с озвученным французским названием ляркансель, то есть радуга, разводили в канистрах и пластиковых бутылках, в которых до этого находился бытовой растворитель. А в одних и тех же бетономешалках готовили по очереди то жидкость для мытья унитазов, то детские шампуни, то пену для ванн. Специалисты, проведя экспертизу всей этой так называемой парфюмерно-косметической продукцией пришли в ужас. Такого количества микробов, смертельно опасных бактерий и грибков в шампунях и дезодорантах им еще никогда находить не приходилось. Все рабочие этого цеха задержаны, а организаторы подпольного производства объявлены в розыск. А вот эти духи, туалетная вода, тушь для ресниц и прочие товары пользовались особой популярностью у москвичек и на прилавках не залеживались. Цена невысокая, а сделана во Франции. Так указано на упаковках. На самом деле произведено все это в подмосковных люберцах в обычной квартире, в которой жили и трудились выходцы из Средней Азии. В паркетный лак они добавляли цветные чернила. Получался лак для ногтей. Гуталин плюс парфюмерная одушка и спирт. готова тушь для ресниц. Организовали производство трое иностранцев граждане Саудовской Аравии, Сирии и Турции. Как установили оперативники люберецким товаром, не брезговали даже крупные столичные торговые сети, охотно принимая его на реализацию. Коммерческие связи иностранцев сейчас проверяет милиция. Арифлейм зашел на российский рынок и попробовали продвигать продукт, вот свой продукт именно такой же схемой, да, то есть классическим способом. И он точно так же, арифлеймовские баночки начали подделывать и он начал продукт также удорожаться за счет посредников. И тогда руководство в лице создателей они отказались просто-напросто от этой схемы. И пошли вот такой схемой. То есть на протяжении уже 13 лет продукт продвигается методом прямых продаж. Что это такое? От производителя через одного консультанта, дистрибьютора, дилера продукт идет сюда. К 13-му году большая часть товаров и услуг будет продвигаться именно таким способом. Это сейчас наиболее экономично выгодный способ продвижения товара и самый эффективный. Ну вот посмотрите Автопром официальный дилер завода Opel. Есть такое? Есть. Через одного посредника автомобили пошли к покупателю. И такое будет. Это будет огромное количество предприятий будут переходить именно на этот способ продвижения. Просто вы с одной стороны сейчас стоите у истоков. С другой стороны вы сейчас уже приходите в компанию, которая очень себя устойчиво держит на ногах в плане экономическом, в плане того, что на рынке уже бренд очень серьезный. Поэтому опять же выбор будет за вами. Что компания предлагает? То есть приходите вы, это могут быть женщины, это могут быть мужчины, я всегда рисую то и другое. Это люди. Компания говорит, да, у тебя есть 30% экономия. Мы все с вами моемся? Все. Летом особенно. В принципе, и зимой тоже. Зубы все чистим? Все. То есть компания говорит, вот смотри, видишь, цена 69 рублей? Да, вижу. Делена 1,3, цена получается 53 рубля. То есть я тебе как дистрибьютору ты можешь получать от производителя со скидкой в 30%. То есть это называется экономия 30%. Вот эта цена 130 за 100% дистрибьюторская цена компания вам отдает. Хорошо? Хорошо. Мы все с вами моемся, начиная с нуля, с рождения. Ребенка надо мыть? Да, присыпочки, маслечка, всякие, пенки. Ребенок подрастает, его надо мыть? Конечно, надо. Становится подростком, его надо продамыть? Конечно, надо. Женщины, мужчины, вот на такой кошелек, вот на такой кошелек, вот на такой даже кошелек подобрать можно. Понимаете? Абсолютно для всех. Всем компания будет 30% экономия. Муся, муся, часть себе можешь вставлять. Кто-то любит продавать, умеет, люди умеют продавать, могут заработать эти 30%. Это что значит? Берешь за 53%, продаешь за 69%, остальное в карман. Умеют люди. Я вот конкретно пришла и сказала, я не умею продавать, не хочу продавать, ну не умею, все, руководить могу, продавать не могу. Почему-то у нас народ подумал, что вот это основной вид дохода 30% бери ближе, кидай дальше. Вот так никогда не заработаешь. Вот в Эйвен, я ничего против компанирования не имею, просто там такой маркетинг план. Там действительно берешь по цене ДЦ дистрибьюторской, продаешь по каталогу и зарабатываешь свою разницу. Больше там никаких возможностей заработка нет. А вот в Эйвен, вот это не является основным видом дохода. Смотрите, за что платит компания. Мы начинаем давать рекомендации. Бери не у меня заключать договор с компанией и берем компанию напрямую. Бери. Ты можешь свой бюджет семейный экономить на 30%. Ты можешь продавать, если ты умеешь. Продавай, пожалуйста. Если ты не умеешь продавать, ты можешь делать бизнес, как я. То есть мы даем людям любые возможности. Люди твои рекомендации начинают брать здесь у производителя. Производителю хорошо? Да. у производителя увеличивается товарооборот. Любую компанию интересует только товарооборот. Не количество приглашенных людей, а товарооборот. Так вот Арифлейм платит от 3 до 21% товарооборота, который организовываешь ты и твоя команда. Или ты и твоя команда. То есть смотрите, принцип социалистический сработал. От каждого по способностям к каждому по труду. 3% это 100 рублей. Вот сделал такой товарооборот на 100 рублей забирать. 6% это 540 рублей. Потом 1000, потом 5, потом 10, потом 16, потом 25, потом 50, потом 75, и потом поехали выше. Понимаете? у нас у нас как в жизни бывает. Вот смотрите, воспитатель на прогулке. Одна воспитательница путешествиями играет, веселит, занимается, а другая ляпси точит, а получают одинаково. Вот в Арифлейм так не получится. Понимаете, от того, насколько ты будешь вкладываться, от того и будет зависеть твой доход. Только единственное запомните, что это не надо делать всю жизнь. Вот это очень большая разница. Да, вначале нужно будет много поработать. Богатый человек это человек, который много поначалу поработал, а потом ты в принципе можешь уже не работать. Вот это очень глобальная разница. Как-то у нас люди на тушах, на помадах не понимают. Объясняю бизнес Арифлейм на колбасе. Такой традиционный пример. Скажите, пожалуйста, вообще колбасу едите? есть приоритет какой-нибудь колбасе? Есть. Какой? Курин. Ну, за воду, нет, за воду какому? Бабина. Бабина. Давайте пусть будет Бабина. Вот смотрите, приходим в магазин, колбасы навалом, навалом колбасы. Такой какую колбасу купить? По госту. По госту Бабина, да? А почему? Ну, потому что она по госту и бабинская вкусная кажется. А сама пробовала? Конечно, я ее человек мне рекомендует. Я доверяю, покупаю эту колбасу и мне тоже нравится. Я дальше про эту колбасу расскажу? Ну, конечно, пожалуйста, говорит. Конечно, пожалуйста. Конечно, расскажу, если я ей доброжила. А если бы бабинский мясокомбинат начал платить тебе, мне, ей, за то, что мы передаем информацию о этой колбасе, стало бы больше о бабинской колбасе вообще рассказывать. Да. и факт. Факт. Хорошо. Соки пьете? Да. Есть какой-то приоритет к сокам? Добрый. Как? Добрый. Сок добрый, нет? Давайте, нормально добрый, все знают. Нормально добрый. Я говорю, хорошо, вот сок добрый, да, а вы его пробовали? Да. Пробовали. А если бы нам, ну, я вот уже так же покупаю, мне нравится, я дальше опять про какой сок буду рассказывать? Про добрый. Именно про добрый. А если бы добрый начали платить, стали бы больше нежным. Да, конечно. Только самое интересное, ни колбаса бабинская, ни сок добрый, ничего абсолютно нам платить за это не будет. Потому что люди работают классическим способом, да, то есть традиционным способом. Вот так. А вот Арифлейм именно за это и платит. За то, что идет передача информации из уст в уста. Идет создание товара оборота большим количеством людей. Ясно? Вот она суть. Вот она суть. Вы поняли, за что Арифлейм платит? Да. Ну, точно не за продажи. По поводу мужчин в бизнесе. У нас недавно в Уфе был такой бизнес-форум. Вот здесь одни мужчины. Женщины не приглашали. Правда, есть вот две затесались, да? Но тем не менее, смотрите, у нас некоторые говорят, ой, это же косметика, да? Мужчины, я говорю, знаете что, скажите, пожалуйста, из по ком веков купцами кто был? Мужчины. Мужчины. Так вот и здесь, в принципе, это бизнес мужской. Просто у нас эмансипация, женщины все берут свои руки, да? И поэтому, конечно, в бизнесе Арифлейм больше процентов это женщины. И успешных тоже больше процентов это все-таки женщин. И семейные пары, есть отдельно взятые мужчины, они есть. Тут все будет зависеть все равно в любом случае от человека. Условия-то всем одинаковые даны. И последний. Последний пункт. Последняя тема, которую нужно разогревать. Почему? Потому что я когда-то однажды бросила Арифлейм просто по одной простой причине, что я не могла объяснить. Вот понимаете, вот мне спрашивают, ну ты хоть скажи, за что деньги платят, ну вот ты хоть объясни. А я не могу. Ну не могу и все. И почему вот этот родился блок, почему надо людям говорить вот именно, как ты можешь стать директором? Как? Потому что человек, когда придет домой или когда он посмотрит это видео, у него нарисуется картинка и он поймет, как это делается. Поэтому третий вопрос. Как? Вам интересно вообще узнать? Да. Да, да. Значит, Погубки. Значит, самое главное, поймите, пожалуйста, что вот эта схема, которую сейчас я нарисую, она не подходит продавцам. То есть людям, которые в РФМ приходят, ну просто на продажах зарабатывать, да, на торговой прибыли. О которой, помните, я говорила, берешь за 53, продаешь за 69. То есть эта схема не подойдет. Эта схема подходит людям, которые говорят, знаешь, а я вот не люблю продавать. А вообще, на самом деле, поднимите им, кто любит продавать, честно. 5 лет срок. Вот и это-то и послужило вот этим толчком вот это осознать и объяснять. Потому что люди, на самом деле, продавать не любят. Можно тысячу тренингов провести, можно объяснять вам, как это здорово продавать. А человек, если это не любит делать, он никогда это делать не будет. Но бизнес Арифлэн, он на самом деле, можно его делать без продаж. Даже нужно его делать без продаж. Вот эта схема, еще раз, подходит только для директоров. То есть люди, которые пришли сюда на директорство. Человек приходит и говорит. Это опять же может быть девочка, это может быть мальчик, без разницы. А ты знаешь, я хочу. А я хочу. А мне это нужно. Что мне нужно для этого делать? Я говорю, первое, ты должен обучаться. Обязательно. Без этого не пойдет дело. Потому что, смотрите, есть такие у нас буратины. Ну, закопался и пять золотых и ждет, когда у него там гирю вырастет. Говорят, вот тебе 159 рублей, делай меня миллионером. Я говорю, слушай, да, без этого не получится. Ты должен в первую очередь сам обучаться. Потому что, вы помните, сами говорили, кто такой директор? Грамотный, умный, за которым очень хочется идти. Так вот, это важность. Первое, обучаться. Есть обучение бесплатное, спонсорское. То есть, у нас школы, каждый день проставлено расписание. Вы можете его посмотреть и записать. Обязательно обучаем, ну, двум серьезным блокам. Блок продукт и блок бизнес. Вот это надо понимать, вот это нужно знать. Есть обучение платное. Это семинары, это тренинги, это посещение, например, Казани, Уфы. Да, туда надо будет вкладывать. Вкладывать в свои. Многие люди говорят, ты знаешь, я еще не заработал, чтобы что-то вложить, а игры не заработаешь. Потому что, если нет денег на обучение, нет денег вообще. Нет денег вообще, нет денег на обучение. Нет денег на обучение, нет денег вообще. И вот это замкнутый круг. Поэтому, поймите, пожалуйста, в любом случае, учиться придется. Как завещал великий Ленин, учиться, учиться и учиться. Мы здесь вот правда вечные студенты. Так вот, без этого не пойдет. Человек говорит, ты знаешь, я готов. Я готов учиться, я готов принимать ту информацию, читать книги, брать диски, ездить. Ездить. Я готов. Что дальше мне нужно делать? Дальше. Вот это, как должностные инструкции. Сейчас цена вопроса будет зависеть, ну, вообще о твоем будущем. Сейчас стоять будет вообще вопрос о твоем будущем. Ты должен найти клиента. Самый лучший клиент это постоянный клиент. Согласны? Да. Как это происходит? И сколько их должно быть? До 10 человек. Меньше можно, больше нельзя. Это люди, которые не придут в Арифлейм. Они, понимаете, Арифлейм вообще это не панацея от всего. Это люди, которые могут лечить, учить, хлебом торговать. Люди, которые будут заниматься своими там профессиями, делами и так далее. Ну, что происходит? Вот это вот Света, назовем ее Светой, приходит к своей подружке Маше и говорит, Маша, ты знаешь, я нашла компанию Арифлейм. оказывается, там люди зарабатывают, там люди отдыхают, признание получают. Вообще там, оказывается, супер. Я не знала раньше об этом. Ты знаешь, я пойду, я буду в любом случае в Арифлейм. Маш, пошли со мной. А Маша что может сказать? В свою очередь. А, пошли. Сейчас. Разговорят. нет. Многие скажут, это не мое. Они говорят, ты знаешь, давай ты первая начинай, я потом приду за тобой. Да? Ну, ладно, Маша. Хорошо. Не хочешь, не надо. Я тебя регистрировать не буду, потому что бесполезно, если человек не готов мозгами, бесполезно его тупо регистрировать. Потому что то же самое, как зеленое яблоко, вы срываете, откусываете, оно невкусное, вы его все равно выбросите. И вот с людьми точно так же. Если вот осознанно у человека нет этого желания, что его регистрировать-то? Но, Маша подружка, Маша соседка, 10 лет на одной площадке живем. Света ей говорит, Маша, ладно, не хочешь, не надо. Скажи, пожалуйста, ты моешься? Маша говорит, мою. И начинает так нервно нюхать, да, мало ли в чем. Так вот, слушай, давайте еще объясню. Вот смотри, шампунь, любой шампунь, берем, потому что все равно, если женщина говорит, вы знаете, я не крашусь. Я говорю, вы знаете, вы все равно ромоетесь. Ведь так? Так. То есть мы, Маше показываем любой шампунь, шампунь, найдем, который есть. И давайте, вот пусть будут, ну иди, пожалуйста, вот тут шампунь еще. Ну, давайте, пусть мыло будет, вот, пожалуйста, есть гель для душа. мы с Машеньки говорим, подруги. Маш, я тебя очень уважаю. Ты знаешь, я в бизнес-рефлэн пришла не продажами заниматься. Я вообще не имею морального права на своих подругах деньги зарабатывать. Ну, это правда ли? Да? Да. Скажи, пожалуйста, вот смотри, видишь, цена 29 рублей. Вы можете при ней разделить на 1,3, и цена-то получится, ну там, рублей 17, да, грубо говоря. Интересно? Что Маша скажет? Давай. Ой, как интересно, правда интересно, да? Ну, тот же самый шампунь. Сейчас веду профессиональные серии, новые серии профессионального ухода. Ну, вот, 119 рублей делите на 1,3, цена получается, ну, порядка там 92 рублей, да? То есть, фактически вы Маше можете показать ту цену, по которой берете вы автовую. Маше интересно, как вы думаете? Да, конечно, у Маши уже начинает в глазах такой интерес просыпаться. Это раз. Во-вторых, мы говорим, знаешь, что Маша? А еще я тебе одну вещь расскажу. Арифлейм бренд позиционируется в натуральной шведской косметикой. Есть закон о рекламе, который гласит о том, что если бы компания давала недостоверную информацию, ложную информацию, давным-давно на компанию можно было подать в суд. Согласны? Да. Вот значок зелененький, который как раз-таки говорит о том, что продукт Арифлейм является продуктом натуральным. И мы Маше объясняем, понимаешь, Маша, я вот на тебе денег зарабатывать не буду. Не буду. Ну, потому что ты моя подруга, потому что морально право мое, ну, нет его, чтобы на тебе деньги зарабатывать. Что мне там твои 13-15 рублей. Я тебе могу отдавать со скидкой, я тебе буду отдавать натуральный продукт, классный продукт. Я тебе буду этот пакет приносить домой, то есть доставка, и я тебе еще буду давать информацию. Потому что по большому счету у нас очень многие люди вообще не знают, как мыться. Правда. Не знают, как голову правильно мыть. Не знают, чем пасты отличаются. Не знают, что такое гелий интимный гигиен. Я уж про уход за лицом ничего не говорю. Ну, не говорю, потому что сама, когда пришла в Арифлейм, я была вот в шоке. А нас с вами этому нигде не учили. Нас с вами в школе учили. Фартуки шить. Да? Банки с огурцами закатываются. Нас очень хороших домохозяев делали. Ни в одной школе не было урока по красоте. И поэтому люди не владеют вообще информацией. А вот эта Света, она говорит, ты знаешь, я буду обучаться. И я тебе еще и буду давать информацию о продукте. Значит так, с Машей начинаем договариваться. Бизнес с Арифлейм это бизнес отношений. Маша, ты моя подруга? Да. Ты меня уважаешь? Да. В Арифлейм со мной пойдешь? Она говорит, нет. Будешь у меня мыться? Она говорит, буду. Вы знаете, буду, люди говорят, буду. Договорились со скидкой, с информацией, с доставкой. Но, моя хорошая, рублей на 300 каждые три недели ты у меня будешь покупать вонюбуду для всей своей семьи. Как вы думаете, 300 рублей это накладно вообще на семью? Нет. Нет. Потому что есть статистика, средняя статистическая семья тратит больше 500 рублей на рыльно-мыльные принадлежности. Так? Так. Продукт имеет циклично заканчивающийся, ну вообще вот Арифлейм это продукты, которые циклично заканчиваются. Шампунь через полтора месяца закончится, мыло измылится, крем закончится, помаду поменять надо. Правильно? Правильно. Поэтому мы с Машей договариваемся. Я на тебе денег не зарабатываю, но ты моя. Клиент. Постоянный клиент. Вот таких вот Маш, Свет, Полин, Даш, Сереж нужно найти 10 человек. 10 человек моющихся у вас по 300 рублей получается товарооборот 3000. Так? Так. Плюсами моемся? Моемся. 300. Получается 3300. Вот это называется не продажа, потому что в принципе за что взяли и за то отдали. Почему я вам говорю это подходит только для директоров? Потому что мы время свое должны все-таки ценить. Мы время свое должны вкладывать в другую работу. Да, здесь денег нет. Это называется услуга. Услуга своим родным, знакомым, друзьям, близким, коллегам. У меня уже на протяжении трех лет, вот как мы пришли в Арифлейн, у меня есть 6 человек, 6 постоянных клиентов, которые по 500 рублей делают заказы. Вот у меня нет головной боли, где сделать вот этот товарооборот. Я нигде не бегаю и говорю, купите у меня, пожалуйста, купите у меня, пожалуйста. Ну, нет такого, понимаете? Есть постоянная клиентская база. Да, на этом я денег зарабатываю. Потому что я в Арифлейн немножко за другим пришла. Денег тут нет. Вот есть деньги здесь. Смотрите, человек говорит, хорошо. Я спрашиваю, вот скажи, пожалуйста, у тебя есть два человека, которому вот так нужны деньги в этой жизни? Дим, есть у тебя? Найдем. Найдем. Вы знаете, у каждого из вас есть два человека, которым действительно в жизни нужны деньги. Которые не хотят хотеть всю жизнь. Хочешь машину, хочу, квартиру хочешь, хочу. Вот надо это, это делать. Ой, тогда не хочу. Надо людей, которые говорят, ты знаешь, а я хочу. Я готов делать. Говори, только что делать надо. Пригласи, пожалуйста, этих людей. Говорить буду я. Почему? Потому что у тебя пока нет опыта, у тебя пока нет уверенности, у тебя пока нет результата. Ты будешь рядом. Ты будешь слушать. Приходят вот такие Наташи, приходят вот такие Сережи. Я с ними разговариваю точно об этом же самом. Скажи, Оль. Да. Да, одно и то же. Мы с ней поговорили, и она говорит, ты знаешь, мне тоже ребенка воспитывать надо. Я мать-одиночку, мне вот ребенка воспитывать. У меня не на кого рассчитывать. Я говорю, смотри, цена вопроса. Найдешь 10 человек, которые у тебя будут мыться? Она говорит, да найду, не вопрос. На 3 300 мой людей. Ты на 3 300. А ты? А ты мужчина? Ты не хочешь с каталогом выходить? Нет, не хочу. Жена есть? Есть. Пусть жена своих подруг моет. Ну, в кавычках моет, да? Твоя задача приглашать людей. То есть, жена моет своих подруг, а ты приглашаешь людей. Приходят еще люди, и с этими людьми буду тоже говорить я плюс ты. И с этими людьми буду говорить я плюс ты. Ты будешь рядом, ты будешь слушать. Принцип студента срабатывает. А дальше заговоришь ты. Почему? Потому что, когда 15 раз одно и то же ты выслушаешь, там попугай заговорит. У меня точно черепаха скоро заговорит. Правда, потому что одно и то же ежедневно, только в большом потоке людей, только с человеком надо разговаривать на его волне. Человеку нужно донести то, что ему нужно. Если человек это понимает, он говорит, окей, я с вами. Последняя цифра. Директорский товарооборот это 130 тысяч. От 130 тысяч. От 130 тысяч. Вас назовут директором. Вам дадут значок, вас пригласят на банкет директоров, у вас доход будет от 20 тысяч. Можно, конечно, лично на 130 тысяч продавать каждые три недели. Ноги в пыль сотрете. Вот в чем вопрос. Если люди моют свое окружение на 3,300, ну, отделите, 130 тысяч разделите на 3,300. Получается 39 человек. Плюс-минус 50-70. Потому что часть людей, конечно, не захочет, уйдет, заболеет, уедет. Ну, в любом случае, вот этих людей можно найти. Согласны? Ты вроде бы двоих пригласил. Они, в свою очередь, еще двоих. Вот когда у тебя команда создается за три с половиной месяца. И не знаю, кто-то и полгода не может делать, кто-то за 15 лет это не сделает. У каждого человека свой темп. У каждого человека своя миссия в этой жизни. У каждого человека свои какие-то цели. Так вот, вот она цена вопроса. И еще последнюю цифру, которую обязательно вам нужно знать. Люди говорят, все здорово, конечно, да? А если все будут директора? Кто будет подавать? А тут никто не продает. Еще раз. На 3 300. На 3 300 моем свое окружение и приглашаем людей. То есть теперь все будут директора, никто не будет продавать? Это не продажи. Значит так. Давайте я вам статистику дам. Потому что самое важное, наверное, знать статистические требования определенные, статистические цифры. И вы из этого расчета поймете, что вам здесь место есть. Если у нас Ижевск возьмем, проживает 800 тысяч народу. 100 плюс-минус 800 тысяч народу. При условии, что 4% людей будут мыться в компанию Reflame. Смотрите, из 100 человек 4 будут мыться в Reflame. Остальные 96 хоть где пусть мыются? Вот хоть где? Хоть в магазинах, хоть у других компаний. 4% людей. Это цифра доказана научно. Почему? Потому что идет изменение. Если изменение в популяции происходит на 4%, то дальнейшие изменения происходят гораздо быстрее. Так вот смотрите, получается пропорция 32 тысячи. Директорская структура устоявшаяся. Вообще, я вам говорила 50. Вообще устоявшиеся 100 человек. То есть, это вот так вот только сделать. Потом же надо еще. Смо развитие пойдет. Я пишу 100 человек. Вот сокращайте на лейт. Получается 320 директоров сейчас должно быть в городе Ижевске. Минимум. На сегодняшний день 40 человек. Остальные места вакантные. Кто их займет? Я не знаю. Вот кому нужно будет, то и тот и будет занимать. Места есть. Вот эта цифра как раз таки говорит о том, что вам здесь место есть. А если будем 40% людей мыть? 3200. Нам платят за товарооборот. Мы будем все равно мыть людей и нам за это будут платить. Люди мылись, моются и будут мыться. Этот процесс мытья невозможно остановить. Значит, его надо возглавлять. Согласны? Вот именно за этим я приглашаю людей. Вот именно люди, которые готовы наверное, свою жизнь положить во имя того, чтобы делать вокруг себя еще и успешных людей. потому что от количества тех людей, которых ты приглашал и они стали директорами, будут у тебя погоны не медалями, а звездами пополняться. Вот это важность, вот это нужность. И миссия у нас еще раз, она благородная. Во-первых, мы экономику России поднимаем. Это раз. Потому что налоги идут в госбюджет, те, которые платятся. Вторая миссия, мы поднимаем, так скажем, уровень, Арифлейм. Третья миссия, мы поднимаем людей с колен, потому что масса людей сейчас уволены, а наоборот говорят, иди, тебе здесь место есть. Просто от твоего, наверное, мышления и отношения к жизни будут зависеть дальше, что ты выберешь. вот эта сущность, вот эта важность, вот эта нужность. Самое главное, что, вы знаете, я патриот России, но я очень горжу, что я работаю в шведской компании, потому что есть такое выражение шведскость, это порядочность. Все, что тебе говорят, действительно выполняется. Сказана программа новичков, вот они, подарки. Сказана телефон Надимы Билана, вот они сейчас люди будут получать. То есть любое, любое твое действие, оно поощряется. И действительно, все, что выполняется, оно тебе оплачивается, оно тебе отдается. Не знаю, примите вы сегодня это предложение, не примите, то в любом случае выбор будет за вами. Но с теми, с кем мы будем дальше сотрудничать, мы, конечно, будем встречаться, общаться, работать, трудиться, двигаться, продвигаться, богатеть и так далее. Следующее десятилетие миллионеров, это на самом деле десятилетие людей, которые будут работать в сетевой индустрии. Я знаю, у вас у каждого есть сотовый телефон. Еще лет 12 назад вы не верили, что у вас он будет. Правда? Еще лет 12 назад вы не верили, что интернеты будут. Вы даже не понимали, что такое компьютер. на сегодняшний день это есть у всех. Так вот, верите вы в это или не верите? Люди, которые сейчас стоят у истоков Арифлейн, это следующее десятилетие миллионеров. Не все. Те, которые для себя это приняли. Так вот, я вам желаю успехов, я вам желаю все-таки еще раз разобраться с собой. Вообще, конкретно, здоровой, бессонной ночи и все остальные вопросы, которые у вас будут возникать, мы будем с вами дальше совместно работать и разрешать. большое вам спасибо, до свидания.